Вот расстановка на ваших экранах, я зачитаю вам состав. Четвертый Никита Локционов и семь седьмой Данил Лопась. Делал дубль, так что сегодня за ним будем внимательно наблюдать, так что он был с мячом, игра началась, и главный тренер команды. Это минимальное поражение от Зенита 2, но Зенит 2 лидер с зоны запад. Так что, в общем, очень интересно расположены здесь тренерские скамейки, и мы с одной стороны поле работы не находимся. Равных по классу, но вот чьи козыри сегодня окажутся поувесить, и узнаем. На этот раз под левую у меня получилось. Вот первый, действительно, основательный такой подход к штрафной площади. Родина опасный навес могло быть неприятно для Ивановича. Внимание, полностью весь черный, с такой высокой белой полосой. Вот, всего навес. Подача. На отскоке гостя можно отсюда пробить, пока тебя еще не успели накрыть. Вот вам и, пожалуйста, я могу подсказывать. Спасибо, подача. Тут очень тяжело было у Вратарской. Еще один ростный центральный защитник. Выбегает. Другой подает с левой ноги. А это удар, на самом деле, по воротам. Вот энергия. Тем не менее, мяч в Борисе Родина сохранили. Подача в штрафную. И вот здесь не будет. Называется обрез. Аслановский мяч перехватывает, смещается чуть-чуть. В центре и наносит опасный удар хлестки с левой ноги. Абусаламов. Подача в штрафную. Ну-ка, здесь будет что? Делает скидочку на лопатину. Кто-то тащит, тащит, тащит. Мяч в штрафной. Абсолютно один здесь бежит. Джамилов. Его никто не видит. Мяч в штрафной. И будет Абусаламов. Это кому? Пока не понятно. Локтенов. И с левой ноги. Причем. Убирает под левую передача. И здесь на перехвате. Тут бежать Егоров. Между прочим. Слушайте, ну, Волков. Подача. Вот здесь опасно, может быть. Тут мимо мяча проскочили все. И защитники, и вратарь. Так, проверка головы на прочность. Голова выдерживает передачу. Ну, и сейчас счет будет, собственно говоря, открыт. Да, это Егор. Мяч в последних двух матчах. Вот здесь уже пошла передача немножко. Выходит постепенно игровое время от первого тайма. Падение в штрафной. Мы просто будем наблюдать, очень часто бывают так называемые такие, что устраивает каким-то образом Денисова Теонова, главного тренера клуба Родина. Его парни сейчас в атаке. Попытка сыграть пяткой. Не совсем, наверное, было уместное исполнение Артема Филиппову. Тем не менее, стоит он. Почти пять минут позади. А вот это может быть интересно. Лопатин! Это похоже на пенальти. Сейчас 11-метровый разбег. А счет становится 1-1. В центре обороны. И он же отправился на подъем Мазлановскому. Ай-яй-яй. Да, даже, может сказать, не нападет. Атака Родины. Передача в штрафную. Нет, офсайд. Удар и тащит врата. Нет, Король чуть глубже располагался. Это удар хорошего твича. Касани на Лоптионова. Вот сейчас тоже хорошо. Нужно решать этот момент. О, боже, нет. Иначе была вот, ну, примерно, и туча. Высокий в сегодняшнем матче. Вот сейчас может быть опасный момент. Штрафной удар и тащит мяч Чернов. Тача. Ох ты, ошибается, как вратарь. Во втором. Поэтому я думаю, что от силы будет добавлено. Ну, ты где? Вот сейчас нужно ускоряться. Ох ты. Апус Саламов выразительно. Какая передача головой. Видимо, получилась классно. И здесь у Родина. Офсайда здесь не было. Хотя было на него очень похоже. Гостей, подача, удара нет. Так как точно в пенальти исполнил Владислав Волков. Час Апус Саламов ворвался в штрафную. Его-то было как минимум два шутерных шанса забить. Энергия в этой концовке. И все. Судья дает финальный сезон. Судья сделал это с одним метровым ударом на Владислав Волков. После того, как мы с вами в ближайших эфирах. Для вас сегодня работал Александр Федоровский. Всем еще раз спасибо за внимание. Услышимся и пока.